Репутация в игре Репутация в ночных гонках И все так просто, ребят Для того, чтобы получать много репутации Вам нужно ночью одновременно с прохождением гонок Еще и сражаться с копами То есть набивать уровень погони Максимальный уровень это пятый Соответственно, вся заработанная репутация Которую вы привезете обратно в гараж Умножится в пять раз И вот это вот сделать, поверьте мне, не так просто В NFS Heat очень сильно поработали Над искусственным интеллектом И я бы даже сказал, их сделали В какой-то мере немного читерными Уйти от копов пятого уровня по прямой У вас вряд ли получится Даже с практически максимальной прокачкой Автомобиля, а на поворотах Так и подавно, балло того, что вы будете Поворачивать, если вы будете поворачивать Достаточно медленно, есть такие Копы, которые не стесняются Транить вас на полной скорости И это я даже не говорю про носорогов, которые Одним попаданием могут снести практически половину вашего ВХП Даже несмотря на то, что вы будете с модификатором Который увеличивает вам прочность Но все равно, несмотря на это Есть у копов некоторая уязвимость А именно прыжки Почему-то копы очень негативно относятся к прыжкам И после прыжков они практически не приземляются Это в том случае, разумеется, если они попадают на прыжки Конечно, вы можете пытаться загонять их на прыжки Практически по всей карте Но не факт, во-первых, что они будут прыгать на этих прыжках А во-вторых, не факт, что потом вы уйдете от них После приземления Но я все-таки нашел на карте несколько мест Достаточно полезных Которые мало того, что позволяют полностью уничтожить всех Кто прыгнет на трамплинах вслед за вами Более того, те, кто не прыгнут Соответственно, от вас просто отстанут И вы с легкостью уйдете от преследователей Одно из таких мест находится в правом верхнем углу карты Здесь находятся два трамплина Которые полностью отсекают вас от противников И спрятавшись за зданием справа Вы можете моментально избавиться от погони И спокойно потом поехать по своим делам Эта местность не представляет из себя ничего сложного Это просто навсего мост С поворотом налево И здесь есть уже два трамплина Вы можете ехать либо на один, либо сразу на два Как видите, от пятого уровня погони Даже с вертолетом уходить вообще никаких проблем Второе же место находится в противоположном конце карты Здесь между двух кораблей есть еще один трамплин Который также само отсекает всех противников, которые за вами едут Ну, как противников, полицейских И вы с легкостью можете уходить по своим делам Так вот, тактика фарма проста Смотрите, советую брать гонки, которые находятся рядом с этими местами Причем проходить желательно именно кольцевые гонки Потому что спринты могут увести вас вообще в другой конец карты А кольцевую гонку вы проходите Перезапускаете еще раз И советую перезапускать гонку всего лишь два раза Потому что чем больше вы будете проходить одну и ту же гонку В течение одной сессии Начиной имеется в виду То тем меньше репутации вы будете получать Игра, скажем так, немножко защищена от гринда Постоянного одной и той же гонки И чем дольше вы будете катать всю одну и ту же гонку Тем меньше репутации вы с нее получите Соответственно, берете несколько гонок Которые находятся ближе, скажем так, к этим местам Проходите их несколько раз Обычно трех гонок даже хватает для того, чтобы набить уровень погони 5 Потому что за прохождение гонки ночью Вы в любом случае получаете уровни погони Таким образом проходите несколько гонок Набираете пятый уровень И сразу же сбрасываете его Не азартничайте Не нужна вам эта репутация в большом количестве А сдав репутацию в гараж И снова выйдя в новую ночную сессию Эти гонки уже обновятся И вы вновь сможете фармить их с максимальной эффективностью Ну и на этом все, друзья Я надеюсь, это видео было вам полезным Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео А также стримы И играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok